От Запорожса до Мерседеса на автошоу представлены самые разнообразные марки машин. Каждый из участников попытался максимально преобразить и усовершенствовать свое средство передвижения. Но такой тюнинг удовольствие не дешевое. Зачастую он обходится дороже, чем машина стоила изначально. Сергей Данилов решил трансформировать свое авто практически до неузнаваемости. Кроме тюнинга и аэрографии в три раза увеличил мощность. Теперь под этим капотом почти 800 лошадиных сил. Сначала моторный тюнинг планировалось сделать для дрэк-рейсинга автомобиль. Потом было принято решение сделать хорошую стритовую машину. Тюнингу был подвержен как кузов, так и двигатель и трансмиссия. По двигателю полностью переделан увеличение объема. Владелец этого авто говорит на победу в конкурсе пока не надеется. До совершенства еще далеко. Но уже сейчас его автомобиль заметно выделяется среди других машин. Как-то выделиться из толпы, из потока и для личного удовольствия. Это как хобби. Участники шоу и простые зрители смогли не только увидеть необычные автомобили. На открытой площадке мастера дрифтинга устроили показательные выступления. Это необычный вид автоспорта, в котором машина едет боком. Пилот должен постоянно удерживать ее в заносе, управляя рулем, педалью газа и ручником. Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук говорит, это самый безопасный вид автоспорта. Но он требует особых навыков от водителя. У нас это все происходит вроде бы быстро, да? На самом деле, в связи с тем, что эта площадка небольшая, скорость не превышает 40 км в час. 40 км в час – это что скорость? Но, когда автомобиль движется боком, визуально это кажется намного более ярко. Но мы балансируем рулем, то есть насколько, чтобы машину не развернул, и газом. То есть задние колеса толкают машину боком, а руль не дает ей, как бы, дальше показывает направление движения. Вот баланс такой. Острые ощущения от такой езды смогли получить и сами зрители. Для них мастера устроили дрифт-такси. За деньги каждый желающий мог прокатиться несколько кругов. Наталья Некрасова, Алексей Костюк, Панорама.